Велкам, велкам, велкам У нас ночной перекус закончился Т.А.П. против Фоксов Я сегодня Т.А.П. уже приписал играть против... Я и Т.А.П. записал Дардоша в команду И еще их записал играть против Имморталов Короче, слил пацанов А на самом деле у них шанс-то есть Им играть против Фоксов И у Фоксов Кайли! Первая в этом сезоне Кайла На ЛКСе вообще, да Кайлу попытались убить Но... Че ты... Я... Я... Ты взял Кайли Но делаешь... Ой... Но делаешь это без уважения О боже... Ну понятно, что он не знал, что его инвейдят Он думал, что Фэнг зафейлил свою Ешку И хотел с ним подраться, просто хнять ХП И он решил Трайбуж завардить Когда уворачивался от Фэнга Не успел завардить, решил вернуться завардить Ну боже мой... Ну зачем тебе это надо? Ну просто выйди и все А так ФБ Удачный ФБ для Маша Проксин начинал с Ешки, кстати говоря Ух уж эти Элизы начинающие с Ешки Ну зато килл заработали Правда сейчас у него небольшая попка Дурак Он просто бегает по кругу вокруг мопца И молится, что мобец сам умрет Потому что Самая Лиза сейчас урона не наносит Но... Как видите, все получилось у Элизы Справилась на ура даже с Ешкой Макс Ну что ж, Фроген у нас На ГП будет стоять Сначала все думали, что будет Кайла от него Вчера, кстати говоря Кайлу банили И комментаторы английские как раз говорили Про Кайлу мид Но Кайла все же идет на топ А Ганпланк пошел на мид Вообще, ласт пиком он был сделан Большая проблема есть у команды ТИП Эта проблема включает в себя Отсутствие большого физического урона У них будет только поппи с уроном Но она, скорее всего, сделает что-то Наподобие вчерашних билдов на поппи Зизи Портлы Бисгаунтлитов Там Санфайры В общем, физикал дэмэджа мы от нее не увидим Как итог Че делать-то? И вправду, че делать? Кто будет наносить урон у команды ТИП? Ну, Грагас будет вообще неубиваем Я не вижу ни одного чемпиона, который сможет убить Грагаса в этой игре Радовать должно Фоксов то, что... Не Фоксов, извините Радовать ТИПшников должно то, что не так много танков-то и взято у Фоксов Но, с другой стороны, я думаю, если игра зайдет за меридиан 25 минут Это автолуз для ТИПшников Как следствие, это отсутствие магического урона Отсутствие физического урона Отсутствие хорошего тимфайта Отсутствие сильного контроля И, конечно же, полное отсутствие лейтгейм чемпионов Ни один из чемпионов, представленных у ТИП, не является лейтгеймовым Ну, опять же, можно только вернуться к Браун Алистар Браун, типа, в лейте чуть-чуть сильнее Алистара получается Причем, самого Алистара-то он не побеждает Просто он лучше получается У него более... он более танковый Щиток все же есть какой-то Харт выходит на Фэнга У Фэнга есть флэш, у КФО все еще нет Харт не дал еще ни одного спела Не совсем понятно вообще, зачем было делать этот ганг Если он не начинал его с бодислема На этом, кстати говоря, КФО только тележку потерял И линии этой помогать особо не было никакого смысла И флэш не снял Ну, такой, странный немножко ганг Тут предматчевая было это Рассказы, и рассказывали про то, что Харт получает огромное... ну, то есть Харт же из Челленджера, помните, мне рассказывал Он из CloudNight Tempest команды И вот сейчас он играет в Фоксах И он пытается быть медийной личностью У него там стрим даже свой есть И он огромное просто количество хейта получает в свою сторону, за свою игру Ну, и с моей стороны тоже есть такое Ну, сейчас я к нему приставать в этой игре не буду, потому что я на Грагасе не играю И, ну, только могу теоретически догадываться, что надо было сделать Поэтому... ну, а теория Крафт не вызывает такого попогорения Как вчера там был он на Элизе Или вчера он не был на Элизе Ну, в общем, когда он играет там на моих мейнах Тогда, конечно, это вызывает попогорение большое Вот так парень, конечно, отыгрывает не лучший сезон И... как бы это не было его пределом скилла Ну, так вот, а к чему я это все говорил? То, что хейта много в его сторону идет, но он на него довольно спокойно реагирует И даже, наоборот, его радует, что к его персоне так много внимания Потому что раньше он был незаметный, никому не нужный игрочок С буквой А А теперь он всем нужен Тут идет дайв вместе еще с Фрогеном Харда убьют, если Кайла не нажмет R Кайла все же нажимает R, но вышка добивает Крагаса Убежит ли Кейфо? Кейфо решает убегать от Проксин, вместо того, чтобы сражаться на мопсах А флеш совершенно незачем был поражат Потому что Ешку у Элизы еще не откатилась Там 12 секунд вообще-то КД На времени убегать было навалом Элис просто блефовала И если уж отфлешиваться, то надо было от анимации хоть какого-то спела Если бы Элис кушку нажала Ну, ты подумал, что это кидает в тебя стан Тогда отфлешивайся А так чего отфлешивался-то? И не говоря о том, что, мне кажется, Кайла убила бы Элизу один на один в тот момент Потому что Элиза вообще без ничего А Кайла уже с половиной нашего ртуса Дайв пошел здесь неплохой Но у Фэнга сохранился тот самый флеш, который не был потрачен И здесь на удар в вышке защита прошла Но на следующий удар в вышке дэмэдж таки долетел Да, комментаторы говорят Все, что получили эти IP-шники за это Это немного опыта Килл этот не записался никому в счет Просто появилась вторая смерть В стайне команды Факсов Но Килл сам не записался никому Фроги не смог достать до мопца, к сожалению Зато сейчас сможет всех за ласхитить Да, 21 голда сразу пришла за ласхит с кушки 7 голды уже за каждого мопса получает Следующий левел будет уже получать по 8 голды Не, на 9 он только сможет это вкачать Так что следующий еще не сможет прокачать Потому что как раз на 6 он должен был ульту качать На 7 кушка, на 8 W Ну, вроде W максит они бочку дальше Хотя, кто как-то, я, кстати, смотрел Там некоторые бочку максят Чтобы откат был побыстрее И потом берется на 9 левеле Последняя кушка И все Начинается Массовое зарабатывание денег Пери, оно очень сильно проигрывает по фарму свою линию Причем непонятно откуда ГП набирает весь этот фарм Потому что вроде как А хотя нет, почему непонятно Вон, на бутлейне же тоже 75 фарм Я что-то с топлейном начал сравнивать У них там по 65 фарма И подумал, что Лула как раз относительно топлейна очень хорошо идет Ну, линии-то у нас без свопов, наконец-то Но, правда, киллов это не добавило в игру, как видите Довольно пассивно на бутлейне происходит битва Мне это не очень нравится Потому что, мне кажется, обе тимкомбы Обеих команд тимкомбы могут воевать здесь Но не хотят Периан продолжает здесь Запушивать Ну, а ГП продолжает легко фармиться под башней И держит своих 10 мопцов в запасе Лула, кстати говоря, пойдет Всеми забытый Фрост Куин В Солоку вообще больше люди такое впечатление Его не собирают А на ЛКСе сейчас почти все Мидеры выбирают Либо Морелку первой снова Либо Чашку Это связано с небольшим нерфом этого айтема Нерф был действительно небольшим Но Ух, не хватило Фрогена Чтобы заласхитить задних мопцов А новый левел, который от них пришел Будет ласхитить так Ладно Ух, заджукал И Кушкой добил 7 голды Нет все еще 9-го левела Я абсолютно уверен, что Фоксы Знаете, они так скажут А давайте еще 15 минут так постоим И счет 1-0 нас устраивает Даже если они будут через 15 минут Проигрывать Типа 30 тысяч на 27 Их все равно это будет устраивать Потому что Ну, лейтгейм у них настолько сильней Просто надо Потерпеть Потерпеть до того, как появится Хекс Дринкер У Фрогена Появятся Маламортусы Кстати, кто будет тут Маламортусы соберет Только один игрок Это Кейт Больше некому тут собирать Маламортус Кейфон, наверное, оббисал Тогда будет делать Хотя, что-то как-то оббисал На Кайле не выглядит Вроде как хорошим айтемом Ну, локет, по крайней мере На биге появится И хп, 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 хп Ну, обычно на Кайлу Что там за билды-то делают Рунан плюс Гуинца Ну, это в нынешней мете Плюс на Шортуз То есть сейчас на Шортуз Первый айтем он решил делать Из-за КДРа на линии Потому что КДР на Кайле очень важен Скорее всего, ботинки будут собраны На скорость атаки А не на КДР Ну, мы это В ближайшем будущем увидим Почему не на КДР ботинки? Потому что Лич Бэйн тоже дает КДР А он в фулл билде все же есть И вообще КДР сколько там? Не успел его видеть Но увидел, что всего 15 ability power Пока у КФО Это означает, что нету никакого ability power Пэр-левел Это, скорее всего, синие На КДР Красные пенетра Скорость атаки Квинты И желтые, соответственно, на армор Либо хп пэр-левел Тогда точно без ботинок на КДР Но те пешники должны как-то вот крутиться В игре в этой Им надо реально вот как мыши в колесе Как можно быстрее что-то что-то делать Потому что их вот это вот незначительное преимущество Оно настолько незначительное Что можно сказать его и нет А на шортус уже появился Да, Фэнк там приближается к спирит визажу Но какая разница? Каждый айтем, который появляется у факсов Это 1% шанса победы У ТИП отнимаем Я и в начале-то по пикам отдал бы Факсом где-то 55% Ну вот сейчас появился на шортус Все, осталось 54% Осталось, точнее, 56% Даже то, что они отдали килл Ничего не значило Появление Тринтифорс Правда, возможно, что-нибудь поменяет Потому что Тринка появится Пораньше, чем Любой айтем у Люциана Ну, у Люциана, потому что такие айтемы Нифига себе Фрогена прогнали с линии Такое себе сложно представить И Фроген теряет свое преимущество по мопцам А, его не прогнали с линии Он ушел на синий баф Игнорируя задних мопцов Все, я понял Потому что Грагасу Не хотел давать долго ждать себя Ну, Пириан тут, конечно, пушит вообще безбожно Я уже рассказывал, да, сегодня, по-моему, про это Про то, что Фроген как отец для всей этой команды Они на него смотрят Говорят, папа, научи играть А папа их ругает Папа объясняет, как побеждать И команда слушается Авторитет все же иногда берет свое Фроген, конечно, это легенда Ну, вот бы Алексич еще слушали Ну, я просто знаю, что Алексич По пониманию игры-то очень хороший игрок Может быть, у него механика не лучше сейчас Но понимание у него шикарное Но, к сожалению, не хватает им Молодых игроков, скажем так, в команде Ой, тут Гейта поймали Гейт ставит щит Но щит сейчас закончится Он ультует, никого не попадает И в этот момент Фоксы все разбегаются Понимая, что Лулу нажимает сюда телепорт А Кайла не успевает Кайла только-только сейчас прилетает Хард ультует, откидывает всех ГП ультует тоже по многим игрокам Проксина Кейт убивает, переключается в него Харда спасает Кейфо И это даже не умирающий Леграгас Нет, умирающий Грагас Но при этом 2 килла забирают Фоксы И сравниваю счет по киллам И самое главное, это то, что киллы-то получили Именно Кейри У обеих команд Это означает, что у нас будут ждать еще более интересные файты Как раз пауэрспайка на икорке Уже с 2 киллами Ему это надо Ну и здесь ГП и Люциан получили тоже кельцы Вот такой вот объект Обидно должно быть и опишником Что они потеряли объект на меде И очень сильно там бьют объект снизу Ну, правда, решили среколиться Фоксы Люциан с Алистаром решили не оставаться Гейт поставил дипворд Но при этом Он забыл проверить передний курс А здесь он был между двух пинков И поэтому Такая вот фигня и произошла Бига убить не смогли Проксин не попал станом Но, в общем-то, сделал все правильно А потом мульта Грагос Отправила Проксина в смерть Хотя он, по-моему, мог Увернуться от последней автоатаки Проксина Извините, Люциана Подпрыгнув в Проксин Это мог сделать Но он этого не сделал Мстят за эти пингворды Те эпишники Понимая, от чего они здесь погибли От этих пингвордов Выбивают их вдвоем И Лиза теперь пришла прикрывать Гейта Именно так и надо было делать в первый раз То, что они догадались это сделать Только после своей смерти Им, конечно, ставим плюсик, галочку Но в следующий раз Надо делать это сразу С джанглером А не ходить в соло Что-то там выбивать Кто украл? Проксин украл, по-моему 72 фарма У него У Харда 68 Харда уже 2 смерти в этой игре Ну, он старается Ну, правда Одна смерть у него была Нелепая Не очень лепая Да, ботинки на скорость атаки Все же купил Кейфо Берсерки Так называемые Людсан купил КДРки Ну, а тут Свифтнос, Свифтнос, Свифтнос Будут Скорее всего Фроген пойдет В Эссенс Ривер Поэтому он тоже соберет Свифтнос Что касается Тиапишников Уже ботинки на Пенетру Взяты Каркачом Вообще, я так заметил Ботинки на Берсерке Именно ботинки на скорость атаки Настолько непопулярны стали Потому что Изреаль играет с КДР Людсан играет с КДР Корки играет с Пенетрой МФка играет Со Свифтносами Корки играет Разные Ну, Свифтнос тоже в приоритете Квина Свифтнос Кто у нас там остался еще Джинкс Ну, Джинкс должна, наверное, Берсерке все еще собирать Ну, не то, что должна Она обязана их собирать Даже Потому что Свифтнос Ей особо мобильности Не придаст Кейтлин Ну, вот, молодец Спасибо, Кейтлин За то, что она все еще Стрелок Ну, не зря она Стрелком и выглядит Фроген подготавливает Мопцов Как будто Больше Делать ему нечего Но Периан Не мешает это делать Поэтому Фрогену действительно Делать нечего Он ставит бочку И потихонечку Каждого мопца Подрезает ровненько Под хп Ювелирненько Чтобы потом взорвать бочку И заработать Почти в два раза больше денег Ну, в полтора раза больше денег Чем обычно Потому что По восемь голды За каждого мопца А за задних Он бы сейчас получал Восемнадцать Но это Как раз Полтора раза Биг тут Заулынил Сразу убили Браума Сразу же добили Илулу Фенк очень поздно Сюда приходит И по-моему Это конец Ребят Не начавшись Эта игра Закончилась Для Тиапишников Что-то надо им менять Видимо Основной их состав Играет хуже Чем их Замены Честно Вот выглядит Именно так Ну, напоминаю Что команда Ой, тут Пига почти убили Но рядом был КФО У него была ульта Правда, не знаю Ультил бы он или нет Но Шанс все же был Что он бы ультанул А я вернусь К Тиапишникам У них Сейчас в сезоне Четыре победы Семь поражений У Фоксов Тоже четыре победы Семь поражений Но они все это делали С Фрогеном И у них реально Вот Фроген Это основа Основ Без которого у них Ничего не получалось Они были Они выглядели хуже Ренегатов Но В клоуз матче Победили такие Ренегатов Маш пытается Убить КФО Не хватило Таких Дэмэджа КФО Уничтожить Машу Может быть Стоило ему Отфлешиться Сразу же И не рисковать Сражаться Один на один Потому что это Ну, чаще всего Такие файты Это не один на один А прилетит кто-то еще Ну, Маш Вот какой-то Раскрутку Какую-то Сделал Сделал килл Правда Вместе с Проксином И Проксин По-моему Вообще килл забрал Да, у Маши Все еще 2 килла Но КФО Собирает сейчас Дальше Гуинса Ну, когда соберет Гуинса Больше Маш Так прыгать Не сможет Ой, тут Фроген Прыгает на Фэнга Ну, что-то Как-то урона Вообще Он ему не нанес Он, по-моему, даже Автоатаку не дал Хотя я насчет этого Не уверен Я что-то А, про Тиапишников Я рассказывал Вспомнил Ну, а не Начало сезона Начали с Фрогеном И другим Джанглером Потом Фроген Свизой Проблема И у них Другой состав Пошел И Нет, это я Про Это я про Фоксов сейчас Рассказываю Надо про Тиапишников А, у Тиапи Гейт стоял На медеже Да, все Просто помню, что Обе эти команды Страдали И запутался Немножко Да, да, да Про Фоксов Я вам уже Все рассказал Это вчера Очень подробно А вот про Тиапишников Подробно Мы так не Рассказывали Но У них Ростер Не настолько Маленький Как могло Показаться Они не сильно Отличаются От Фоксов Если у Фоксов Помимо Пяти основных Игроков Еще есть Шесть Дополнительных У Тиапишников Еще четыре Дополнительных Ну не шесть Но все же Три джанглера Они сменили За это время И Два мидера Сменили За это время Плюс у них Еще есть Один саппорт Дополнительный Который Кстати говоря По статистике Сейчас висит Довольно неплохо У него Килл партиципейшн Один из самых Высоких По списку Все еще есть Но Испортить ему Когда Испортить ему Статистику КП Процент Никто не помешает Потому что Он больше По-моему Не попадет На чемпионат Так вот К Тиапишникам Если вернуться С тем составом Они одерживали победы Периодически Когда Гейт Был на миде Когда как-то Игра по-другому Строилась А вот Что-то Как основу Приехал Вот этот Пириан приехал Фэнк приехал Что-то Бред какой-то Начался Гейта Мы перестали Видеть Как игрока Он тут только Фидит Теперь ПКД Оверэкстендит Где-то Джанглер Потерялся Был другой Теперь Прокси Но он вроде как Основной Ну Возможно Они сейчас Первое время Попытаются Джанглера менять Ну Обычно Такие команды С менеджерами Советуются Очень сильно Ну Потому что Менеджер Это деньги А менеджер Скажет Ну я же Блин Потратил бабки На Фэнга И Пириана Это же Звезды Китая Они приехали К нам Давайте Короче Вокруг них Как-то пытаться Строить игру Ну А строят А игры Не получается Ну Пик Например Вот в этой игре Полная чушь Это не пик А чушь какая-то Два йордла Один Даже три йордла В команде Один на топе Которому не нужны Другие йордлы В команде Оригинальных Пиков Нет Сегодня Из оригинальных Пиков Был только Ну Вот Фоксов Пик Более-менее Оригинальный Потому что Я даже не могу Найти альтернативу Кайле на топе То есть Получается Что Кайла Это Она Не лулу Понимаете У нее есть Свой дэмэдж Она в соло Скоро начнет Выигрывать игру Фроген даже Не нужен Это такой Своеобразный Сейвпоинт Фроген является Либо Кайла Является Сейвпоинт Фрогену То есть У них Два Гипер При гипер Керри А те Апишники Забыли себе Приобрести Хотя бы Одного Такого Чемпиона На этот Матч И взяли себе Кракача Зато Курки Будет Дамажить Сейчас Поукать Там Все дела Только Когда он Это начнет Делать Мы пока Не понимаем 3000 Преимущества Фоксов 3-4 Счет На Нашор Они не идут Алистар Надо просто Контролировать Нашор Вардами Контролировать Драконов За каждого Дрейка Фоксам Надо Как раз Спускаться Воевать 30 секунд До следующего Файта Ждем Ну и потом В одном из Файтов Все настолько Легко Закончится Для Фоксов Плюс Что эти IP Не смогут От него Уже От поражения Отказаться Оно просто Произойдет Само по себе Ну все Реколется Кейфон Чтобы спускаться Вниз Возможно Через телепорт С хомгардами 24 минута Так что Есть куда лететь Харт Здесь нашел Пинг Выбивает его Правда Он нашел Потратив Свой пинг На это Не Кстати Кайла Возвращается На топ Купила Кюсс Через телепорт Все же Будет возвращаться Вот в чем Прикол Клики идут Отти Апишников Говорят они Что мы не знаем Где Кайла Будь аккуратен Любой игрок Ой-ой-ой-ой Это просто Дрейк Походу Будет Да Просто Дрейк Для команды Фокс Без боя Те апишники Его отдают А почему Потому что Они вот Смотрят на Свою тимкомбо И понимают А мы даже Подойти-то Туда не можем Мы даже Туда подойти Не можем У Фрогина 271 фарм На 25 Минуте Это что такое Откуда он взял Этих мопцов Кто-то скажет Ну он лес чистил У Грагаса 125 фарма У Элизы 115 Хм Возможно Он у Топера Забрал У Топера 240 Он О Декере Обломал Я понял Нет И там 240 Где он Мать вашу Взял этот фарм Фрогин Кудесник Берет фарм Из воздуха Он всегда знает Как идеально Среколиться Как идеально Зайти в чужой лес Потому что Фрогин Ну хоть и не играет На других линиях Но он так давно Играет в эту игру Что Он прекрасно понимает Где кто Когда Почему и находится И всегда Успевает Что-то Где-то Добрать Если вдруг Фарм Теряется Ну и конечно же Идеальный Свой собственный Ласхит Я думаю Пирян на одном Только своем Ласхите Потерял 20 мопцов Улынчик тут Вошел В КФО КФО Ультует Опять на себя Пытается С флеша Добрать Маша Вот и Другой Уже Файт Один в два Немножко помощи Фрогина И килл Достается КФО После этого Подходит вся команда Ломает лицо Поппи И как бы все И что Да действительно Тиапишники В поппи По другому Это не Называть Но на Шора Можно свободно Идти У них два Танка Никаких проблем Листар будет Хилять У Листара Есть еще Экзост Если сюда Забежит Кто-то А тут и бежать То некому А Листар Делает инициацию Убивает Гейта После этого Убивает Проксина Нет Он отфлешивается Но До него Долетает Все же Выстрел От лицановской Ульты Убивает его И при этом КФО Забирает на Шора Ну ладно Кто Кто будет винить Тут В том Что не было Смайта У джанглера Хотя он вроде Смайт Смайт был Только что в КД Кстати говоря Харт Снова Купил Зизи Портал Вчера он тоже Его покупал И сегодня Он его купил По той же причине И Лиза у нас Покупает Сейчас Абисал Но уже Слишком поздно Ну как бы Вообще просто поздно Тут Не выиграть Никак Комментатор Тут обсуждает Чем же была Добита И Лиза Потому что Ульта на самом деле Не попала Я думаю Это на Шоровский Удар Какой-то Долетел И Лиза Как раз Отфлэшилась От удара На Шора Анимация Типа Долетела Вот только Когда там Она Уже За стенкой Была Поэтому Дэмэдж Только там И засчитался Фрогена 302 фарма Из них Я думаю Около 200 мапсов Даже больше Наверное 250 мапсов Было Заласхичено Кушкой Поэтому Количество Денег У него Уже За 12 Зашло Ну можете Сами считать У него Тринка Есть Ботинки Есть Инфин Есть И Эссенс Ривер Вормок Появился На Харде Это У нас Зизи Зизи Рок Он собрал Помните Как этот Торнмок Я придумал Айтем Когда был Популярен Насчет Тортмейл Когда Ласт Виспер По другому Работал И Соответственно Сейчас он Подобие Какой-то Этого Айтема Сделал Получается Он Получил Плюс 60 Магреза Плюс 60 Армора Зизи Портла Плюс Мобильность И вормок Который дал 800 ХП А так как У него Еще ветка Защитная В мастере Поставлена То он Оттуда Еще Дополнительный 8% ХП Себе Добавляет В общем Очень Танковый Харт Получается У него Уже 4000 ХП Пробить Это невозможно Ульта Идет Идет ГП Бочка Взрывается Страна Сразу Вскрывается Фэнк Попытался Синициировать Вроде Он сделал Все правильно Только команда Вообще Никак Не может Воевать И мы Вторую Игру Подряд Смотрим Насколько Подряд Да Подряд Все верно Мы Смотрим На то Насколько Бесполезно Лулу Нет Не подряд Вру Клауднайны Были С Лулу На Туплейне А не На Мидлейне Да Насколько Слаба Лулу На Мидлейне От Беркс Она была Лулу На Мидлейне Она Не Очень Хорошо Заходила Им По Пику Но Я думаю Там Ни в Берксе Не было Дела Все же Плоховато Они Тупо Сыграли Ну А здесь Лулу Вообще Ни для Кого Не была Взята И команда Играет Совсем Плохо 3-9 Факсы Набирает Обороты И знаете Повезло Тем командам Которые Набрали Уже Очки На них Потому что С Фрогеном Ну Знаете Оценки Там Допустим В разных Соревнованиях Ну Давайте По десяточке Оценим Фоксы С Голден Клу На Миде Оценивались По мне На 3 Балла Где-то На 3 Выше Я тупо Не мог Им поставить Настолько Плохо Они Играли Там Алексич Я оценивал На 4 Балла На протяжении Всего Сезона Ну И 4 Я думаю До сих пор Они остались Потому что Начало У них Есть Надо Как-то Это Сначала Превратить В лейт Сначала В мидгейм А потом В лейт Так вот Фрогены Фоксы С Фрогеном В команде На все 8 баллов Играют Вот реально На 8 баллов И Морталы Понятное дело Девятка Девятка Лишь только Потому что У них Очень плохой Эрли гейм Ну У фанатиков Была такая же Проблема Прошлого сезона Но Те сами Специально Себя засовывали В такие ситуации Отвратительными пиками Залезали в контр Пики Без всяких приколов Ну Типа Можно взять Против Зеда Лиссандру И не париться Они против Зеда Берут люксу И давай мучиться Ну Типа того Там Против Физа Можно взять Райза И не париться Они против Физа Берут Такой А пойду-ка я Против Физа Отвист от фейта Ну Типа таких Вот у них было Приколов В этом сезоне же Они сами Контр пикают И все равно Умудряются Проигрывать линию И хуни там Проигрывал Сколько раз Линию Хотя тут Интересную статистику Написали Ой Ну тут Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Ой Это Я вижу Фрогена Не вижу препятствий Выглядело смешно Все умрут Никто не останется В живых За то что они Батьку решили Ударить Своего батьку Бить нельзя Кейфо Догоняет Пытается убить И Лулу Так долго Выцеливала Кушку И все равно Не попала По Кейфо Она бы его убила Потому что Нет Магреза Лулу Лулу Согласен Согласен Лулу Оставили Когда у тебя в команде Фроген Можешь взять Что угодно Даже про Лексича Мы тоже самое Сказать не можем Я что-то вам рассказывал И совсем забыл Ну ладно Когда-нибудь вспомним Дорасскажу эту историю А пока Перерыв Продолжение следует